Добрый день, дорогие друзья! Александр Белов, неповерженный дракон Дракон – это многозначная метафора Что такое дракон? Дракон – это, как говорится, метафора божественного огня, вселенной, земли А также жизни и мира, в котором мы живем Но понятное дело, что динозавр – это не дракон И, как говорится, не надо лохматить бабушку Дракон кусает себя за хвост Вот здесь мы видим, как он себя кусает за хвост Это ураборос В общем, тот символ, который из Древнего Египта и Древней Греции присутствует в культуре Что это такое? Это цикл природы человека, чередование, созидание, разрушение, жизнь и смерть Постоянное перерождение, гибели И, в общем-то, о чем говорит дракон Вот вопрос, семь драконовых голов Это семь чакр в теле человека Семь различных видов энергии Энергии бывают разные Дракон, еще раз повторю, это сложная метафора человеческой жизни И колеса сансары, то есть колеса перерождения и мира в целом Ну и о чем символизируют эти самые драконьи головы? Скорость Это, как говорится, конские головы Это не драконьи, а конские Крылья летучей мыши, непредсказуемость Полет мысли Хвост змеи, неуловимость Лапы льва, неотвратимость Энергия жизни, пламя Многоголовость Разные варианты огня Вселенского огня Вот такая вот история сансара Это колесо сансары, кто не знает Которое изображено в виде чудовищного существа С большими, так сказать, когтями Драконоборец, побивший змея Либо заточивший его в темницу Возвышается, освобождается от оков перерождения И вечного блуждания в мире теней Он обретает жизнь вечную Останавливает колесо перерождений Итак, чудо Георгия Змеи Новгородская икона Конца 14 века Ну и вот здесь Добрын Никитич Убивает Змея Горыныча Иван Билибин Ну и аналогичная, как говорится Картина Ивана Васнецова Васнецова, да А Ивана Ли? Вот вопрос Ну и тогда Далее В общем, как гласит Бридания Когда выпал в жеребе Отдательное растерзание Чудовищу царскую дочь Явился Георгий на коне И пронзил змеем коня Как говорится То есть змеем, так сказать То есть змея конем То есть копьем змея Пронзил И в общем, вот эта вот Средневековая картина Показывает Но это также рассматривается Как победа над дьяволом В общем, дьяволом Антитезой всего божественного Ну и на этом Как бы можно поставить точку На самом деле На самом деле Точку не надо ставить Надо ставить многоточие Попробуем дальше пойти По этому шаткому пути Что такое дракон Адити буквально свободное В ведической религии Олицетворяет свое женское начало Может быть даже и драконье начало Высшее воплощение материнства Называется матерью Двенадцати Адитиев И воплощением световой энергии Вселенной Ну если у нас свет это дракон То вполне возможно Что это вот Адити Буквально, как говорится Божество первородное женского рода Которое породило все остальное В этой вселенной И человека включая Тоже В ригведе сыновья Дети Семь космических божеств Возглавляемых вороной Вот их имена Ворона Митра Значит Арияман Бхака Анша Дакша Индра Арияман Обратите внимание Да Инда И в общем В ригведе Это все дается Как говорится Рожевается В записанных Ведах Позднее Адити Приписывается Двенадцать Сыновей Которые выступают Как солнечные боги Здесь только семь Мы видим И соотносится С двенадцатью Месяцами Ну и мы на самом деле Видим здесь Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Семь коней В общем-то Этой В общем Богини Света Ну и в смысле Как бы Перекличек Таких временных Можно вспомнить Сказку Двенадцать Месяцев Пьеса Сказка Советского писателя Самуила Маршака Написана В сорок втором Сорок третьем Году Для МХАТа Ну и по воспоминаниям Самого Маршака Источником сюжета Послужила Слышанная Задолго До написания им Сказки Чешская Или богемская Легенда О двенадцати Месяцах Двенадцать Месяцев Исполняют Желания Метафора Времени Иными словами Дракон Который Исполняет Желания Ну по сказке Мы не будем Говорить ничего Кто хочет Прочитает Исполняет Подснежники Там В общем Сложный сюжет Среди зимы Появляются И так далее И в общем Подчерица Получает То что хотела А что она хотела В общем-то Прочитайте сказку Семипламенный Семирукий Бог Огня В индуизме Агни В общем Каждая рука Символизирует Определенный Тип огня Опять-таки Семь голов Семи огненных Голов Вернее Голов Из которых Вырывается Пламя Ну и вот Этот Семипламенный Агни Индуистский Бог Огня Огонь вселенной Огол молнии Огонь солнца Огонь очага Огонь в теле человека Огонь в чреве земли Огонь погребального костра Ну и объединяя все это Жреческий Священный огонь От него Зависит Существование Всех видов Огня На поле Поздней Вариации Брахманской В общем Жрецы Считали Что это Искусство С которым Ведется Жертвоприношение В общем-то Зависит Существование Вселенной На излете Брахманической энергии И так Вернее Религия Не так И в Упанишадах Тоже мы Так сказать Встречаем Огненные Разные Так сказать Пролили Учения О пяти огнях Здесь мы видим Учения О пяти огнях Из Упанишад Огонь вселенной Огол молнии Огонь земли Огонь мужей И жен И вот здесь Говорится Гаутама Тот мир Огонь Солнце Его дрова И дым Солнечные лучи Искры Луна Солнце Искры Звезды Гаутама Грозовой Ливень Ветер Так далее Так сказать Облака То есть Земля Это огонь 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 Дыхание Слуха Мужчина Женщина Ну и то Что как говорится От соити Женщины с мужчиной Получается Тоже конечно Огонь И в общем Таким образом Согласно Упанишадам Человеческое тело Рождаясь Из огня В огонь Возвращается И погребальный костер Становит Своего рода Метафорой Возвращение Человека В лоно Священного Космического Огня Откуда Собственно говоря И вышел Сам человек По традиционным Представлениям Уже поздним Из которые Мы видим Во вести Представлением Зараострис Огонь Проявляет Все бытие Как духовное Так и телесное Иерархия огней Приводится В ясне Вот здесь Вот в разных Так сказать Источниках Которые Собственно говоря В разных Источниках Ну Зараостризм Это более позднее Как говорится Зараостр Реформировал Ведическую религию Довольно здорово Реформировал Надо сказать И фактически Изменил Все это Вот так сказать Пантеон Которым мы говорили Выше Он Сильно Изменил И у него Как бы Появляются Семь огней Которые Вот эти Семь огней Уже горят Перед Премудрым Господом Ахура Маздой Которого Он Собственно говоря И создал Это субъективное Мнение Зараостры Горящий В телах Людей Огонь Благодружественный Высокоспасительный Горящий Перед Ахура Маздой Благодружественный Горящий В телах Людей Животных Здесь мы видим Приятственный Горящий В растении Действенный В огонь Молния Обычный Земной Огонь В том числе Огонь Тот Который Горит В храмах Святейший Ну и Вот эти Пять огней Как мы видим Некоторые Кальки Являются Изупанишат В общем-то Реформа Удалась В исполнении Религиозных Церемоний Является Наиболее Важным Фактором Огонь Из Сурья Бог Солнца Семь Коней Это уже Велическая Опять-таки Перекличка С семиголовами Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь Так как Мы видели И в Адите Семь Так сказать Семь Огней Многоголовый Ракшас И противники Богов В общем Они тоже В Ведической Религии Тоже выступает Это в Ведах Многие из них Имели По семь Голов Обратите внимание Очень любопытно Три головы Здесь Три головы Здесь И одна Такая маленькая Так сказать Сверху Ну или так В общем Очень даже Интересные Ракшас Противники Противники Богов Ну и Как говорится Боги И их Противники Это уже Индуизм Дэвэ Сура Отличительно От традиционного Понимания Зла Здесь мы Видим Что Вселенский Зме Многоголовый Он так Сказать Вьется Вьется Идет Уже Туда Где Изображено Божество Которое Танцует Свой Танец Возможно Что Это Шива Фигуры А может Быть И нет В общем Зеркально Отраженный Мир Бога Он зеркально Отражается В мире Так сказать Демоническом И здесь Мы видим Уже Змея Головый Вернее Змея Хвоста И существа Каждому Божественному Существу Который В мире Присутствует Божественным Отражен Является Так сказать Зеркальным Отражением Демоническое Существо Семь Главных Богов Древней Греции Это тоже Как бы Очень даже Любопытный Фактор Не будем Их Перечислять Ну и Плеяды Дреческие Плеяды Семь Нимф Сестер Тоже Является Дочерьми Титана Атланта Его супруги Летучий Змей Впряженный В крылатую Пахову В общем-то Тоже Понятное Дело Из Древней Греции Культ Семи Богов У Скифов Опять-таки Геродот Интерпретирует Скифский Пантеон на свой Греческий Лад Ну и вот Феодосия Город в Крыму Который Находится В Новом Крыму Семи Божный Назывался Раньше Судя по Геродоту Ну и Осетин Есть У Алан Святилище Вернее Было Семи Божеств Это вот Из Книги Абаева В общем-то Как раз Посвященную Культом Этих Божеств Зарастрийский Пантеон Семь Ведических Сумира Изложенная Пишет Абаев Мы приходим К следующим Выводам Культ Семи Богов Был Прочной Религиозной Традиции Скифа Сарматских Племен Прослеживаемых От Геродотских Скифов Через Олан До Современных Осетин То есть На протяжении Почти 2500 лет Скифский Семи Божный Пантеон Не имеет Ничего Общего С Сарастрийским Так Пишет Абаев Он Унаследовал Независимо От Последнего До Зара Астрийских Времен И Действительно Зара Астра Реформируя Древнюю Индоевропейскую Религию Вернее Древне Арийскую В общем Сохранил Некоторые Качественные Черты Ну и Вспомним В этой Связи Реформу Ксеркса Который Скинул Божеств Из их Так Сказать Где Они Находились И Заменил Их Огненными Эпостасами Другими Такими Метафорами Которые Ахура Мазда С собой Принес Так сказать Помощники Ахура Мазда Восемь Бессмертных Даусского Пантеона Переплывают Море Это уже Китай Даусы Восемь Бессмертных Коммунистической Партии Китая Название Восьми Влиятельных Руководителей КПА Коммунистической Партии Китая Старшего Поколения Имевшие Значительную Власть В 80 И 90 Годах Китай Они Назывались Восемь Великих Восемь Великих Святых Как говорится Такая Прикличка Ну и Восемь Как говорится Опять-таки Восемь Семь Восьмиголовый Восьмихвостый Великий Змей И дракон В синтаистской Мифологии Битва Двух Синтаитических Синта В общем-то В синтаизме Эти божества Они обожествляются И дракон Борец И дракон В общем-то Здесь мы тоже Видим Семь богов В синтаизме Приносящих Удачу То есть В религии Древних Японцев И современных Японцев Тоже Ну и В этой связи Надо Конечно Отметить И змеевик Который Русский Змеевик Носился На груди Считалось Что Внешняя Сторона Он был Повернут Изображением Христианских Святых Вот здесь Мы видим Изображение Христианских Святых С нимбами На внешней Стороне Мы видим Изображение Змееголовых Богинь А возможно Наоборот То есть Вполне Возможно Что Вот эта Внешняя Сторона Была А эта Внутренняя Сторона Которая Была Повернута Груди Древнерусские Змеевики Эпохи Дву Власти Вернее Дву Божьей Появляются Они в Одиннадцатом Двенадцатых Веках Других С сведением Десятом Веке Ну и Продолжали Бытовать Вплоть До Шестнадцатого Века В общем Соединяя Таким Образом Христианских Святых И с одной Стороны А с другой Стороны Змееголовое Существо Что это за Существо Есть Некоторые Предположения Изображения На Змеевиках Являются Греческой Медузой Горгоной Считается Ее часто Изображали На Щитах Является Оберегом Второе Предположение Славянской Традиции Верования Так что Были у Существа Русалки Изображались Змеиным Хвостом Что Маловероятно Древнерусский Дракон Который Во многих Мехосказаниях Изображается Как 12 глав И вполне Соответствует Количеству Змеи На Змеевиках В общем-то Дракон Нескозмейных Голов Был Практически Главным Действующим Лицом Фольклорных Сказаний Поэтому Изображения Змееголового Существовали Скопления Змей Возможно К славянской Традиции Ну и Также У древних Скифов Еще одно Предположение Была Змееголовая Богиня Апи Апи Айяна Вот это Ее изображение Змееголовой Повышать Благосостояние Радуясь Акт Насыщения Наполнения Разбухать Увеличивать Как переводят Это Лингвисты Сытость Ультворение Веселье Ну и Отсюда Русское Опьянить Пьянить Как говорится Пьян Ну В общем Насчет Пьян Не знаю Но Змеевики Их достаточно Много Обнаружено Вот например Черниговская Гривна Владимира Монаха Золотая Десятый век Одиннадцать Сантиметров Вот такая Большая Самая известная Он потерял Ее Как говорится Летопись Это написано Ну и Что любопытно Ее нашли Совершенно Случайно В общем Когда Что-то Такое Делали В 1800 Каком-то Году Ее Случайно Нашли И до сих пор Она Хранится Как говорится И что любопытно Здесь мы видим Христианского Архангела Вероятно А здесь Змееголовое Существо С Многоголовыми Разными Разными Атрибутами Ну или Так сказать Головами Змеевики Это Металлические Каменные Обычно Округлой формы Восьмиугольные Ну вот Такая Вот история Ну и Конечно Вот О том Что говорилось Ранее О том Что это В общем-то Персей Медуза Гаргона Со Змеями Украшения В изгиде Украшенные Гаргонами Тип Изображения Архаически Пугающие То есть Отпугают Зло Это вот Более-менее Современная 1666 Года Резьба По дереву В Париже На дверной Панели Изображение Медузы Гаргоны Вот Полы Древнеримские Наполненные Мозаикой С изображением Медузы Гаргоны Национальный Археологический Музей Ну а вот Еще Гаргоны Как говорится Эти самые Как говорится У этрусков Изображения Мозаичные Полы И В общем-то Тоже Вот на храмах Ставились Вот такие Вот изображения Которые Отпугивали Зло Зло Они Назывались Акротери И Фактически Тоже С многокими Такими Лепестками Что может Символизировать Символы Огня Ну в принципе Может Идея Семиголового Змея Дракона Является Более Ранней Чем Библия Она Происходит Как считают Из Бавилона Где упоминается В старых Бавилонских Преданиях Семиголовый Змей Упоминается В эпосе Где сравнивается Семиголовый Змей Он обнаруживает На шумерском Жезле Датируемой Середины Третьего Тысячелетия И Он был Найден В 50 Милях Примерно От современного Багдада Ну и отсюда Как говорится Голова Левиафана Ссылаются На Левиафана Параллели С Семиголовым Драконом Змеем Латана Из угорицкой Мифологии Который В общем-то Упомянут Был на Расшамры Латан Был убит Балом Но это Вот уже Иудейская Иудейская Трактовка Мордук Сын Чистого Неба Имеет Семипостаси Это Вавилон Вавилонские Жрецами Середины Первого Века Даношера Покорится Воплощение Мордука То есть Мордук Он имел Семипостаси Помимо Самого Как бы Главного Самой главной Головой Получается Что семипостасный Мордук Подходит Как говорится На образ Семиголобого Дракона С которым Сам Собственно Мордук И борется А дракона Эту Вернее Драхониху Эту Женскую Особь Звали Тиамат С которым Слажается Он Согласно Мифам Ну и вот Пантеон Этих Божеств Шумерка Шумерокардского Пантеон Наряду с Верховным Мордуком Здесь мы видим Конечно Решающие судьбы Сопоставляющие Кстати Дракон Решающие судьбы Тоже очень Неплохая Метафора Вполне себе Подходит То есть Поклонение В Юго-Восточной Азии Дракону Может быть Может быть Даже Связано С Культом Судьбы С Колесом Сансара О чем Мы говорили То есть Богами Решающими Судьбы Людей Ну и Также Этих Божеств В общем Семь По одной Версия По другой Двенадцать Сколько Мы имеем И голов У змея Теомат Предположительно Изображалась Это вот Противник Мордука Изображалась В виде Дракона Или Гидры С семью Головами И Здесь Упоминается Как женщина Народившаяся Вспомним О Дите Прародительницу Арийского Пантеона В общем-то Боги Вступили с ней В борьбу Вот здесь Убили И Мордук Из ее тела Создает Небо и землю Ну и сам Становится Как дракон Потому что У него Семьи Ипостаси Как говорится Семь Драконих Его Воплощений И вот Мы здесь Видим Мордук Земледелие Мордук Войны Мордук Рукопошной Схватки Мордук Власти И Совета Мордук Святила Точи Мордук Справедливости Мордук Дождей Всюду Мордук В общем-то Получается Как раз Что Семьи Ипостасный Мордук Походит Сам на Дракона С которым Он В общем-то Борется Согласно Мифу Один Дракон Сменяет Другого На своем Посту То есть Это Должность А не Призвание Битва Мордука И Тиамат Здесь Мы видим Вот это Как раз Битву И Семиголового Дракона Семиголовая Дракониха Тиамат Порождает Первичных Вождь Порождение Первичных Вселенной Ну и Она Здесь Очень Даже Походит На Дети Тот Персонаж Из Ведийской Мифологии Который Также Имеет Семь Сыновей Семь Божественных Сыновей Которые Мы Видели Ведах Ну и Также Надо Отметить Что Близняческие Мифы Близнечные Мифы В которых Главными Действующими Лицами Являются Близнецы Они Распространены У многих Народов Это Дуалистические Мифы Добрые Полезные Злые Вредные И так далее Ну и опять Таки Ахурамазда И Значит Его Противник Значит Германия В Зооастризме И другие Параллели Они встречаются Ну и Зооастрицев Тоже Семь Бессмертных Святых Духов Света В общем Откуда Были Взяты Эти Самые Божества Из того же Индоевропейского Пантеона С которым В общем Зооаст Устрый Боролся Духи Света Творец И Предваритель Ахурамазда Вот здесь На фреске Как говорится Изображен В их Окружении Самая Главная Голова И семь Голов Посередине Вот вам И восемь Ну вот Эти самые Как говорится Его Подвижники Духовные Существа Самого Высокого Порядка Их Называют Значит Амешас Пенты И Они Известны За Авесты Как Святые Бессмертные Их Определяют Как действующие Качества Единого Ахурамазды То есть Ахурамазда Во голове Этих И он Их Прародитель Они работают В мире Согласованно И совместно И управляют Всеми Духовными Силами Качествами Качествами Стихиями 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 Голов Голов Здесь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Да Семь Главное Тут Израгает Пламя Которая В общем-то Перед этой Фигурой Христа Очевидно Или так сказать Ну кстати говоря Сам Зараастр Он явился Предтичей Создание Христианской Религии И в общем-то Масса Всяких Параллелей Идет Создание Ада И рая И так далее И так далее В общем-то Сам он говорил Что я вернусь Как говорится Второе пришествие Христа Будет Тогда Будет Окончательная Победа Над злом И так далее То есть Сама Христианская Религия Она конечно Много заимствовала Посредством Иудеев Из-за Роастризма Ну и Многочисленные Попытки Замены Конечно Антромпоморфных Изображений Богов На символы Священного огня Они тоже были Они были Действительно Многочисленные То значит Убирали из храмов Статуи Там где не было Возможно В общем-то И было возможно Устанавливали Священные огни В эпоху Сассанидов Вот это было Например Дух тысячи Двадцать четвертого По шестьсот пятьдесят Третий год Это кампания Как говорится По иконоборчеству В Академии наук Такого Как говорится И не снилось В общем-то Понятно Ну и Миноры Миноры Во время Второго храма Установленная На На Подсвечник Семи Рожковой И Очевидно Она возникла В период Между окончанием Бавилонского Пленения И Была Заимствована Иудеями Во время Этого Пленения Как определенный Статус В общем-то В первом веке Изображение Стало Маркировать Синагоги Погребения Уже В первом веке Лишь Ну и Понятное дело Что Камень Изображения Миноры Это второй Храм И Предполагает Что В общем-то Перенос Миноры На Первый Храм То есть На более раннее Время Это древность Это реалии Второго храма Это некая Такая Модернизация Модернизация Но отсюда Вот Мы можем Сказать с вами Что Цветик Семицветик Исполняет Желание Валентин Катаев Ну и Современная Трактовка Авторская Сказка Была Напечатана В сороковом Году Журнал Мурзирка Мурзирка Повторяет Форму Миноры Возможно Является Ее аллегорией Как говорится Исполнение Желаний Помогает Человеку Выделить Главные Первостепенные Желания Минусы Всегда Звольщие Ну это Как бы Такая Советская Понятно Интерпретация Некоторых Старых Древних Истин Ну и Главная Героиня Сказки Девочка Женя Неожиданно Получает От незнакомой Старушки Волшебный Цветок Семью Разноцветными Лепестками Способны Исполнять Желание Для этого Нужно Оторвать Один Лепестков Ну или Поджечь Его Произнести Заклинание Лети 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 Лепесток Ну поджечь Это моя Интерпретация Там просто Оторвать Лети Лети Лепесток Через запад Через восток Через север Через юг Возвращай Сделай В круг Сделай Круг Лишь коснешься Этой земли Быть по-моему Вели Вот так вот Валентин Катаев Интерпретирует Очевидно Древние Сказания Древние мифы Но опять-таки Повторюсь В моей интерпретации Ну и вот Семь огней И фигура Иисуса Христа Старшей Канонической В общем Это понятно Собор архангелов Икона Семи архангелов Вот Кстати Эта икона Она изображена Здесь И согласно Мистическим Преданиям Мудуизма Каждый архангел Соединен С одной из планет И семь архангелов В качестве начальников Надо Мириады ангелов В общем-то В христианской Троиции Они называются Архи Старатигами В православной церкви Встречаются Упоминания Восьми архангелов Уже Восемь То есть Кто-то Иначе Иначе Из них Главный То есть Тот самый Господь Премудра Хурамазда Вспомним его И семь его помощников В общем-то Собор архангелов Икона Семи архангелов Сейчас у нас Это Не очень приветствуется Почему? Да потому что Римский собор 745 года Определил А что он определил? Ну мы Как нас Учит Святое Апостольское служение И дают Божественную власть Не знаем Более чем Трех Ангелов То есть Михаил Гавриил И Арфаил Иначе Тайна Бытия Имен Ангелов И демонов Будет Открыто И вот Пишут Воцерковленные Люди Хочу отметить Что собор Собор 745 Был До Раскола Еще До Католического И Православного И обязателен К исполнению Тот Кто почитает Лжи Архангелов Мало того И не является Способником Католической Францискской Ереси Так еще И является Хулителем Уложений Святого Собора 745 Мы в соборы Не очень верим Хотя верим Но людям Не воцерковленные Тем не менее Нам это интересно Как научный материал Итак В 8 веке Появляется Тоже очень любопытная Метафора За троном царя Находят Археологи В советское время Средней Азии На территории Уструшаны Древней страны Которая была Средней Азии Вот такую фреску Ну и не только Эту фреску Многоголовые Существа Это из книги Значит Индоарийские Это из книги Божественный Демонический Пантеон Уструшаны Их Индоиранские Параллели Из книги Древние культы Средней Азии Индии Наука 1984 год И здесь мы видим Что в общем-то Это территория Современного Таджикистана И фактически Это способствовало Это выгодное Расположение На великом Участке Шелкового пути Находилось Что мы здесь видим Мы здесь видим Женскую голову Мужскую голову И демоническую голову А плечи В виде Разных Так сказать Животных На едином теле И все это Так сказать Вот Трезубец Здесь И так далее Возливающиеся стяги Вот реконструкция Реконструкция Этого же Самого Интересного Как говорится Момента В общем Многоголовый Покровитель Дракона Народа Реконструкция Фреска была Расположена За троном Царя Восьмой век Нашей эры То есть Это древняя Пинджикет И древняя Сагдиана Это связующее звено Между Индией И Европой И тоже Восьмой век И тоже Эти три уже головы Не восемь Не семь Не двенадцать В общем-то Не так далеко В сорока километрах От нынешнего Узбекского Самарканда Ну и надпись была На иранском языке Вишва Карман То есть Селидище Он смотрит во все стороны То есть Такой намек На многоголовость Упоминается Лица Руки Ноги Крылья Он мудрец Жрец Наш отец Вот таким образом Метафора дракона Через времена Ну это фрески Вот опять-таки На территории Найденные Древнего Пинджакета Где в общем-то Всадника Поражает Некое Многоголовое существо Которое В общем-то Его съедает А может Не съедает Но обратите внимание Здесь кровь Льется То есть Оно как бы Как демоническое Как стати Демоница Вот и у него Груди У этого существа И вот здесь Вот маленькая Как говорится Голова Такая Антропоморфно Рудиментарная Изображена Помимо основной головы Но тут вот Часть изображения Утрачена Но тем не менее Видно что В общем Очевидно Было трехголовое Существо Изначально Одна Голова Вторая Голова И третья Собственно Вот этого Демонического Существа Из которого Из ран которого Льется кровь И садники Так сказать Следуют своим Маршрутам А это существо Повержено Уже Вот такие вот Фрески Встречаются Как говорится В Дреннем Пенджакете Не так давно В общем Вернее Так давно В восьмом веке Новой эры Ну и отсюда Трехликий Шива Переклички с ним Символизирует Троякую сущность Творец Защитник Разрушитель Ну и три мурти Конечно В общем Мы с вами Понимаем Это Брахма Создатель мира Вишну И Значит Шива Разрушает То есть Один Создает Брахма Вишну Поддерживает Мир А Шива Его разрушает Опять-таки Дракон Но уже Трехголовый Отсюда Мы можем Сделать Перекличку Примерно Такого же Возраста Времени Треглав Бог славян Трехголовый Идол Которого Был уничтожен Атоном И Епископом Он был Обнаружен В 11 Веке И Вот его Описание Было Трехголовое Извояние Имеющие На одном теле Три головы И меняются В общем Треглав И Как объяснять Жрецы Идолов Главным Богом Имеют Три головы Потому что Назидают Над тремя Царствами То есть Небом Землей И преисподней Вспомним Эти самые Так сказать Демонические Головы Из-за Урушана То есть Демоническая Голова Женская И мужская Две Ипостаси Вернее Три Ипостаси Ну и вот Треглав Примерно В это же время Уже На Совсем В другом Месте Встречаются Идолы Эти Вот фотография Бронзовой Фигурки Треглава Найдены В 1768 Возле Деревни Прилевец Ну правда Говорят Что это Вполне возможно Что это Подделка 17 века С руническими Надписями Скорее всего Это так и есть Что подделка Уж больно Они так хорошо Сделаны Да рунические Надписи Не наносили Особо На фигурки В общем Это дело Скрыто Веками Подделка Это или нет Но дело От этого Не меняется Треглав Это божество Несомненно Было И вспомним Словие о полку Игореве Трояне Говорится О том Что Трояновы Века Были И так далее Перекличку Делают Правда На Римского Императора Троян Который В общем-то Был Как бы Причислен К лику Святых И канонизирован На самом деле Это все-таки Очевидно Треглав И вот здесь Картина Воснецова Трехголовый Змей Летучий В общем С ним борется Уже Богоборец И вернее Не Богоборец Аратоборец И драконоборец Богатырь Древнерусский Отсюда Вполне возможно Переклички И кельский Трехголовый Бог Вот это Изваяние Ну и Также Икона Троицы С Месо Ипостасная Данное изображение Весьма характерно Для Западной Европы Тринадцатых Шестнадцатых Веков Только написано Изображение Святой Троицы Здесь мы Видим Три Лика В общем Соединенные В одно Как бы Существо Ну и Отсюда Конечно Может быть Это такая Ложная Метафора На самом деле Три толстяка Сказка Юрия Олеши Написанная В двадцать четвертом Году В книге Рассказывается Революции Поднятые Бедняками Под предводительством Оружения Капроспера Гимнаста Тибула Против богачей Толстяков В выдуманной Стране Где власть Ненавистных Священников И капиталистов Была Отвергнута И свергнута Ну и Сбручский Идол В Краковском Музее Он был найден В реке Сбруч Приток Днестра В 1848 Году Здесь уже Четыре Головы Сам Сбручский Идол Представляет собой Квадратный В сечении Столб Около Трех метров И Напоминает Знаменитого Четырехглавого Идола Святовида Стоящего В главном Храме Славянского Города Арконы На острове Рюген И Вот этот Вот Уже Как бы Изображение Статуи Верховного Побалтийских Славян Святовида Арконы По описанию Саксона Грамматика 1834 Года Ну и Здесь Это такое Изображение Несколько Стилизованное И здесь В общем Вот как Выглядел Этот самый Уже Изображение Сами Более Позднего Времени 1804 Года И 1834 Года Ну понятно Говоря Что изображения Изменились На изображении Жреца Бога Святовида На камне Святилища Аркона В стене Церкви И здесь Мы видим Села Айтен Кирхен То есть Немецкого Села Вот и Изображение Жреца Вот оно Это изображение С рогом Изобилия И вот Вставлено Это уже В более позднюю Постройку Церкви То есть Из Святилища Древних Руссов Были Вынуты Камни Использованы Для построения Вот этой Церкви Которая До сих пор Стоит Вот это Аркона Этот мыс Аркона Лежит на вершине Высокого Белого берега Острова Рюген Из трех Сторон Омывается Водами Балтийского Моря Ну и Считает Что Остров Буян Из русских Сказок Это как раз Об этом И Пушкин Об этом В общем Тоже Как говорится Приложил К этому Свою руку Но это Вот Святовид Уже В современной Трактовке Поревит Гравюра Иллюстрирует Описание Из хроники Модель Античных Статуй Поревит Божество Балтийских Славян Согласно Саксону Грамматику Поро Поро Нут Входил В числа Значит Трех главных Божеств Которые же Опять же Были обнаружены На этом острове Довольно Обширный Остров И Почитался В Кариннице Уже Наряду С Руевитом И Поревитом Идол Поренута Стоял На острове Люгин Тоже Сам В городе Уже Кариннице Немножко В другом Месте Нежели Вот Здесь Мы Видим На Арконе Идол Начат И у идола Было Четыре лица На голове И пятая На груди Четыре лица На голове И пятая На груди Рукой он касался Лба А правой Бороды Одной рукой Лба Другой Головы Руевит Левой рукой Он касался Лба Правой Бороды Ну да Все правильно Чем он касался И кого он касался В общем Это все Покрыто Во тьме Веков Ну и был Также Руевит Семиголовый Семиликий Бог Войны Балтийский Славян Венедов Он также Почитался На этом Острове В храме Одном из храмов И в общем-то Как считают Одно из его Имен Яровит Отсюда Ярила Славянское Ярила Божество И вот так В современной Трактовке Семь голов В общем И вот Описание По саксону Грамматику И по Епископу Апсалону Который Встав на цыпочки И два Достав до подбородка Топориком Разрушил Этот идол В общем-то У него было Головы Было Семь человек Подобных лиц Которые все Были покрыты Одним черепом Столь же Мечей было В ножнах Подвешенных С его боку Изобразил Мастер Восьмой Обнаженный Обнаженный Восьмой Держал в руке Вложенный В кулак Он был крепчайше Прибит Железным гвоздем Так что нельзя было Извлечь Не разрубив Пока Что не показало Его расчленение Ширина его Была больше Человеческого роста Всяк так Такая Что и епископ Этот Апсалон Встав на цыпочки И два Достал До него Топориком До подбородка Это выдвало Топориком Это очень плохо В общем не надо Топориком Касаться Святых вещей Но в общем Что им Как говорится Епископам До языческих Как говорится Только топориком Но в окружении Конечно военных людей Он эту операцию проводил Ну и понятно Что Яровид Искаженный Веровид И Яровид Бог войны У балтийских славян И как мы уже сказали В общем-то Возможно Он как раз Одно из его имен И он был Семь голов В честь этого Бога В середине апреля Отворялось торжество Причем город Отовсюду был окружен Знаменами В общем Яровид Почитавшимся У разных авторов Святилища Этого Бога На стене Висел огромный Величий Меси И так далее И так далее В военное время Мукнулся Поэтому Помимо этого Яровид По-видимому Был связан С плодородием Яровиду был посвящен Весенний Проник в плодороде Ну опять-таки Перекличка С славянским Ярила С русским Ярила Древнерусским Который как раз В общем-то Весенний Юрый Яркий И так далее И так далее В общем Яровид Ярила На Юру И так далее Вот однокоренные слова Ну и здесь Надо сказать Что Многоголовость Присутствует Также вот В современной Тарктовке Шрила Прабхупады Шримат Пхагаватан Который комментирует Вот этот автор И он Значит Говорит о том Что Вот Вселенская Бога Кришна Скрыта от глаз Обыкновенных людей Чтобы увидеть ее Нужно получить От Кришны От Верховного Бога Особое зрение И Бывает она Не проявлена Ну в общем-то Проявлена Но тем не менее В общем-то Так заканчивает Комментарий Пхагавата Пхатибидан Так 11 главе Шримаббата Пхагаватгиты То есть Это интерпретация Значит Шрила Прабхупады Но Действительно В Пхагаватгите Существует Эта Вселенская Форма Бога Который Показал Значит Уже Арджуне Кришна В общем-то В ответ на ему просьбу Как ты выглядишь Типа того Антропоморфный Или нет В общем Как говорится Чудо-змея Георгий Дракон Который В общем Погиб Он возрождается В виде Дракона Борца Ну и вот Изображение Поражающего Змея Копьем Дракон связан Уже с Христианским Культом Святого Георгия Он получил Широкое распространение В европейском Религиозном искусстве Ну и Корпский Андрей Корпский Применял Сровый дракон К дьяволу Аналогично Из Библии Короля Якова Слова Змей Дракон И дьявол Используя Как синонимы В Московской Библии 1663 года Значит Дьявол Назван Змеем А в Елизавет Ну и так далее В общем Как дракон Змей В общем Дракон Русский Змей Как бы Синонимы Здесь используются Ну и нам Как говорится Какой вывод Важен Главный вывод Нам ценен И дракон Как символ огня Символ времени Символ вселенной Символ судьбы Человеческой Мира И человеческой жизни А также И дракона Борец Который эту жизнь И мир постигает Усилиями Своего разума И тем самым Останавливает Время То есть Заключает В пещеру И сажает На цепь дракона Превращая Его в камень Дракон Охраняет Все богатство Мира Но только От кого он Охраняет Дорогие друзья Неужели От нас С вами Но если Так То в общем-то Может быть Надо взять В союзники Дракона Чтобы Все это Богатство Мира Получить Обратно Но это Конечно Как шутка Может восприниматься Скойки Александр Белов Всего доброго Дракон И его Ипостаси Дракон И Драконоборец Кто они Дракон Дракон Дракон